Государство и производители молока должны стать партнерами, а частные производства выйти из стени. Об этом говорил президент на встрече с министром сельского хозяйства. В этом году для граждан, поставляющих молоко, предусмотрели выплату компенсаций. Помимо 5,5 рублей за литр от комбината, еще 50 копеек субсидий от государства. Однако надо определить четкий механизм этих выплат. Согласно разработанному правительством положению, право на дотацию имеет юридические лица и крестьянско-фермерские хозяйства. Другими словами, те, кто рассчитывает на поддержку государства, должны оформить с ним отношения, создать предприятие или приобрести индивидуальный патент. По большому счету, сдача молока в реализацию – это вид предпринимательской деятельности. И от этого надо платить соответствующие налоги в виде предпринимательского патента. Если ты оформил отношения, то, по большому счету, тебе положена и компенсация. Как можно дать компенсацию, неизвестно кому, если эти отношения не оформлены. Об этом необходимо своевременно оповещать граждан, отметил президент. Такие партнерские отношения государства и сельхозпроизводителей помогут выявить реальное количество занятых в этом секторе. А госдотации будут способствовать развитию молочного производства в целом. Говорили также о вырубке приднестровских лесов. Как пример, два резонансных случая в Терновке и Гиске. В случае принятия решения по вырубке леса, однозначно, данные решения должны быть согласованы с главой местной администрации. А глава местной администрации должен воспользоваться механизмом общественного контроля. И, естественно, при вырубке зеленых насаждений, кто-либо от местной администрации должен присутствовать на данном мероприятии. Такой народный контроль обязателен, подчеркнул президент. В ближайшее время будет подготовлена нормативно-правовая база для внедрения механизма.